Александр Григорьевич, тогда прямой вопрос, который очень любят на Западе лидерам задавать. Вы готовы нажать красную кнопку? Слушай, во-первых, я слышал обсуждение этих вопросов. Я уже про ядерное оружие не говорю, но ты у меня спросил. Как Путин говорит, я не говорю, вот ты спросил. Значит, по поводу ядерного оружия, слушай, уже красные кнопки, уже все вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали красные эти кнопки. Осталось только самую красную нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным принимая такие решения, даже уже как-то и неудобно об этом говорить. Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им прямо сказал, хоть они там и говорят, это же дурно, говорит, применит оружие. Я им сказал, мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего союзного государства. Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии в Беларусь. И мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая Беларусь и Россия война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они, как 85 лет назад растопчат нашу страну, как это было с Советским Союзом, нет. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно. Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна, она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди, пусть бьют друг друга. Они дают, пусть бьют друг друга, украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. КОНЕЦ